Зимняя школа управления завершила свою работу на территории Нового Оренгоя. Представители города-побратима немецкого Касселя покинули Ямал. По признанию гостей, с собой они, помимо хорошего впечатления, увезли идеи и проекты, которые в перспективе будут реализованы. Кстати, в этом году партнерскому сотрудничеству исполнилось уже 13 лет. О пребывании иностранцев и совместных планах наш следующий сюжет. Хлеб да соль, частушки под русскую гармонь, прикоску с северными ягодами. Так встречали немецкую делегацию на варенгойские артисты. Чтобы понять народ, нужно увидеть его культуру. А если речь идет о многонациональном Новом Оренгое, необходимо побывать на дне города. Во Дворце культуры «Октябрь» за круглым столом обсудили мероприятия, которые проходят в течение года. Это «Мой народ, моя гордость» и армарка обмена традициями и национальные подворья. Представители национально-культурных общин и диаспор оформляют на городской площади стилизованные площадки с предметами своего быта. Переодеваются в национальные костюмы, знакомят горожан с особенностями национальной кухни. И вот в таком общении проходит этот праздник. Для жителей Нового Оренгое это уникальная возможность поближе узнать своих соседей. Для иностранцев познакомиться с обычаями и культурой народов, проживающих в городе Кассельцы, посетили национальные подворья. Оказалось, что в немецком городе подобные мероприятия проводит Совет иностранных граждан. У нас есть объединение Совет иностранцев при администрации города Касселя и это демократически избранный орган. То есть они имеют право голоса в нашем городском собрании. В Новом Оренгое немецкая делегация смогла обширно познакомиться с многонациональной культурой, побывала на праздновании Дня города и даже посетила городскую мечеть. А после каждого мероприятия делегаты делились мнениями и пришли к некоторым выводам. Хотелось, чтобы в ближайшее время можно было быть в Касселе и в каком-то помещении, в нашем театре, смотреть концерты, которые проводятся в Новом Оренгое. Или же наоборот, проводить трансляцию из Кассельской оперы, например, или из театра. И жители Нового Оренгоя могли бы приобщаться к культурной жизни Касселя. Наверняка участники зимней школы управления вскоре получат приглашение на сказочную рождественскую ярмарку и праздник Старого года, который проводится в Германии летом. Но кроме культурных мероприятий, стороны обсудили миграционные процессы в обеих странах. В этом направлении Новый Оренгоя шагнул далеко вперед. В едином миграционном центре можно в короткие сроки оформить необходимые документы и приступить к работе на территории Крайнего Севера. Мегапроекты, которые российского уровня требуют привлечения иностранной рабочей силы. И возникла необходимость обслуживать иностранную рабочую силу, иностранных граждан именно в одном месте. Для того, чтобы убрать посредников для снижения цены по оплате мигрантов за услуги. Только за прошлый год через Новый Оренгоя прошло более 60 тысяч мигрантов. Немцы с интересом и вниманием слушают, как россияне контролируют людские потоки. В Германии действуют аналогичные процедуры для мигрантов. В Новом Оренгое, по мнению немцев, в школах большое внимание уделяется команды. Компьютерным технологиям делегация посетила 17-ю школу, где прошла встреча с педагогами. Кассельцы ознакомились с образовательной программой и оценили условия обучения. В Касселе такой картины не наблюдается. Это далеко не стандарт, что называется, для каждой школы в городе Кассель. И на федеральном уровне в Германии сейчас разрабатывается общая программа в этом направлении по дополнительному оснащению каждой школы в Германии, вот именно в области технологий, цифровых технологий. И мы думаем, что наше общение, наш опыт, который мы получили здесь с новоренгольскими коллегами, поможет нам в правильном развитии этого направления. Еще в первый день своего визита во время встречи с главой города Иваном Костогризом Илона Фридрих важным направлением работы назвала программу по обмену школьниками. В свою очередь принимающая сторона заявила, что визит управленцев города Побратима не просто партнерство, а настоящая дружба. Сегодня никакие вызовы не могут вмешаться и повлиять нашим с вами конструктивным взаимоотношениям, товарищескому дружескому общению. Мы будем тем зернышком, тем звеном, который сохранит эти взаимоотношения между немецкими и российским народом и сохранит взаимоотношения между нашими странами. Глава города также отметил, что особое место в сотрудничестве занимает обмен опытом. У двухстороннего соглашения есть новые перспективы развития. Несмотря на то, что сотрудничеству между городами в этом году исполнилось 13 лет, делегаты открывают новые грани совместной работы, а значит, всё только начинается. Владислав Селенинов, служба новостей, «Импульс».